Слово святаго Иоанна Затолостова о девстве. Продолжение. Брак дан для деторождения, а еще более для богашения естественного пламени. Свидетель этому Павел, который говорит, но во избежание блага каждой имей свою жену, 1 Коринфянам 7.2, не сказал для деторождения, а затем, «Будьте вместе!» Пятый стих. Повелевает он не для того, чтобы сделаться родителям многих детей, а для чего? «Чтобы не скушал, — говорит вас сатана, — и, продолжая речь, не сказал, если желают иметь детей, а что еще? Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак». 1 Коринфянам 7.9. В начале брак имел, как я сказал, две вышеупомянутые цели, но впоследствии, когда наполнились и земля, и море, и вся вселенная, осталось одно только его назначение — искоренение невоздержания распутства. Ибо для людей, которые теперь еще предаются этим страстям, хотят вести, жей, свиней и расслеваться в непотребных убежищах, брак немалополезен, освобождает их от нечистоты и такой потребности и сохраняет их святости и честности. Впрочем, доколе я буду сраждаться с тенями? Сами вы, говорящие это, не хуже нас знаете превосходство девства, и все, что вами сказано, суть только вымыслы, предлоги и прикрытия невоздержания. Если бы даже можно было безнаказанно говорить это, и тогда надо было бы воздержаться от порицания девства, то не держится свое мнение против чего-либо хорошего, тот кроме другого вреда своим превратным, несправедливым отзывом представляет всем немалое свидетельство собственного непотребства. Посему, если не по другой какой причине, то, по крайней мере, его избежание столь дурного о себе мнения следовало бы удерживать язык, помня, что тот, кто удивляется людям, прославившимся величайшими подвигами, хотя бы сам и не мог достигнуть того же, получит прощение от всех. А тот, кто кроме того, что сам не подвязается, еще и охуждает достойное многих венцов, справедливо будет всеми ненавидим, как враг и противник добродетели, и находящиеся в худшем состоянии, чем сумасшедшие. Эти люди не сознают того, что делают, и невольно подвергаются страданиям, а потому, когда даже оскорбляют властей, не только не наказываются, но и возбуждают жалость себе в самих обиженных. Если же кто самовластно дерзнет на то, что те делают невольно, то справедливо будет осужден единогласно всеми, как враг нашей природы. Таким образом, как я сказал, от порицания детства следовало бы воздержаться и тогда, когда бы такое порицание было безопасно. Но между тем, с этим сопряжена еще великая опасность, ибо не тот только, кто сидит и говоришь на брата своего, на сына матери твоей клевещешь, будет наказан, но и тот, кто дерзает, порицает то, что предотчами божьими прекрасно. Послушай, что говорит другой пророк, рассуждая о том же самом. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом, тьму почитают светом, и свет тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Исайя 5.20 А что сладостнее, прекраснее и светлее девства? Оно издает лучи светлее самых лучей солнечных, отрешая нас от всего житейства и приготовляя взирать чистыми очами прямо на солнце правды. Это возглашал Исайя тех из иудеев, которые имели у себя превратные суждения. А послушай, что говорит другой пророк, о призносящих против других такие пагубные слова, начиная речь тем же самым восклицанием. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей. Аввакум 2.15 Горе здесь не пустое слово, но угроза, предвещающая нам невыразимые беспощадные мучения. Ибо в Писаниях это между иметь и употребляется о тех, которые уже не могут избегнуть будущего наказания. Еще другой пророк, у коряя иудеев, говорит, Назареев поили вином. Пророк Амос 2.12 Если же такому наказанию подвергнется напаяющий Назареев вином, то какой казни не будет достоин тот, кто вливает мутное развращение в простые души? Если подревающий малую часть законного подвижничества неизбежно подвергается мучению, то какое осуждение постигнет того, кто дерзает, потрясает всю эту святыню? А кто соблазнит одного из малых всех, говорит Господь, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской? Матфея 18.6 Что же скажут те, которые соблазняют своими словами ни одного малого, но многих? Если называющий брата уродом будет прямо ввержен гиенский огонь, то какой гнев навлечет на свою голову тот, кто порицает этот равноангельский образ жизни? Посмеялась некогда омрям над Моисеем не так, впрочем, как вы теперь надевстом, а гораздо меньше умерения, ибо она не унижала его и не осмеивала доблести этого ублажаемого тогда мужа, но и очень уважала его, сказала только, что и она достигла того же, чего достиг он, и однако этим навлекла на себя такой гнев Божий, что нисколько не помогли даже усиленные молитвы самого обиженного, но наказание ее продлилось доле, нежели, как он думал. Продолжение следует.